Лёш Что? А ты штангу тягать умеешь? Нет А Терминатор осмотрел? Да, смотрел сейчас А что? Ты понимаешь, к чему я клоню? Не особо Тебе нравятся мужчины накачанные и старые? Нет, вообще ты к тому, что в этой студии сейчас появится человек, который лично с Арнольдом Шварценеггером знаком И вообще может легко 150 килограммов жать Да, ну Ага, Марьян Наумова Марьян, привет! Привет! Расскажи, как у тебя в этом году вообще дела обстоят, что нового произошло? Как у всех пандемия, скучно дома или что-то интересное? Мне кажется, у всех примерно год прошел одинаково Я также сидела дома, изолировалась, смотрела сериалы Ну и иногда тренировалась, конечно, училась дистанционно Так что год был достаточно скучный, надеюсь, новый будет получше Мы тоже все надеемся Слушай, а как вот у тебя вот этот переход, да, я насколько знаю, ты постоянно в зале занимаешься, да, в тренажерном, а сейчас я так понимаю, что дома, потому что в пандемию, по крайней мере, я ни в один зал не попала Но я просто не пыталась попасть туда, но я не попала Все зависит от мотивации Да, вот, расскажи, как проходят дома тренировки твои и, может быть, какие-то новые упражнения у тебя есть что-то? Мне кажется, дома вообще заниматься гораздо проще, чем в зале, потому что не нужно никуда ехать Можно даже заниматься в пижаме У меня дома есть коврик, гантелей у меня нету Но можно просто взять бутылки воды и делать упражнения, смотря YouTube, если не знаешь, как делать упражнения, там это все есть Это очень просто и легко Просто встал с кровати, начал что-нибудь делать, сделал растяжечку и вот уже и потренировался Вот, да, в зал я не ходила, но у меня отец оборудовал дачу, дачный домик наш, небольшой спортзал Приволок туда гантели, штангу, лежак, вот, блины И мы там занимались с сестрой, она сейчас тоже немножко начала заниматься этим спортом Леш, тебе знакомо слово блины вообще? Да, блинчики с икрой, со сметанкой Не в гастрономическом контексте Нет Марьян, давай блиц Давай Шварценеггер или Сталон? Шварценеггер Какой любимый фильм с ним? Терминатор, потому что мы в детстве смотрели все семью его и потом я встретил с ним в живую Класс, а поподробнее расскажи, как что было? Я поехала на соревнования в Америку, меня пригласили организаторы, как самую сильную девочку в мире Ну я тогда, конечно, я еще не была, но я стремилась к этому У меня была мечта выжить 100 килограммов до 14 лет И там я это сделала на соревнованиях И он подошел поздравлять меня, короче, это было очень здорово Да, и вот на этом моменте я видел фотку где-то и вымазала тональником Да, господи, мне было очень неловко, это уже не первая встреча, а вторая, третья Слишком часто не встречались Вот Ну я очень сильно красилась на соревнования, потому что всегда все фоткались, снимали А вы сами знаете, что макияж на камере не виден И я накрасилась, подхожу к нему И что-то я так растрогалась, я заплакала и прислонила лицо, получается, ну обняла его просто И потом я отклоняюсь и понимаю, что у него просто весь пиджак белый в моем тональнике Мне было очень неловко, очень стыдно, я старалась как-то его альтереть, пока он там То есть он этого не заметил даже? Ну, я надеюсь, что нет А, понятно И сейчас будет самый один из самых сложных выбросов бытия, наверное Спирт или спорт? Спорт Правильно, я тоже за спорт И вот последний вопрос Лишний час на или лишний час занятия спорта? Конечно, сон Сон, правильно Студентка Он так похожий с тобой У него есть парень Что? Бывший тайский боксер, совет, да? Леш, он тебя найдет Мария, давай вернемся к тренировкам и вообще к зожу, скажем так, да? И как вот тебе дома, да? Вот я не знаю, я когда сижу дома, я всегда открываю холодильник и начинаю неистово жрать просто Мне очень хочется кушать, постоянно, просто перманентно Как ты справлялась дома, да? Тебе надо было и заниматься, и, ну, все равно себя поддерживать как-то, правильное питание, все дела Вот Расскажи немножечко об этом На удивление, дома мне хочется меньше есть, чем когда я выбираюсь в Москву в университет, потому что по дороге надо обязательно выпить кофе, зайти в магазин, что-нибудь взять в универ, потом и в буфет можно спуститься, ну, в общем, у меня там не получается кулеть, вот, а дома я просто стараюсь спать побольше Слушай, ты веришь в примет? Верю Сейчас мы будем задавать тебе вопросы, а ты будешь отвечать, правда это или нет? Давай На Кубе в Новый год для каждого гостя готовят по 12 виноградинок, их нужно съесть во время боя курантов и под каждую виноградинку загадать желание, которое они примерно исполнятся, правда или нет? Я думаю, нет, мне кажется, они готовят только сигары и ром Ну, это, возможно, правда, а так это неправда А вот, например, есть такая примета, порвать платье в Новый год к страстному роману Как ты будешь? Очень вероятно Очень вероятно, до этого был страстный роман, и ты порвала платье, наверное, так Давай, Леш В Китае в доме должна летать бабочка на Новый год Я думаю, там только летучие мыши летают И, скорее всего, неправда Да, это неправда Марьяна, вот еще есть примета Если разбить бутылку шампанского об угол дома, то в этом доме в 2021 году будет царить гармония Существует такая? Очень бы хотелось в это говорить Ну, возможно На самом деле ее не существует, но я на всякий случай разбила бутылку шампанского Я думаю, всем надо разбить Чтобы год БК был к вам в благосклоне, нужно вернуть долги Долги вообще возвращать хорошие идеи, поэтому... Да Верните Марьяне долги А я все уже своего имела из друзей Мы тебе верим Мы тебе верим, такие спингалом Марьян, попрошу тебя, наверное, в окончании нашего диалога поздравить химчан с наступающим Новым годом и пожелать чего-то хорошего Дорогие друзья, поздравляю вас с новым 2021 годом 2020 год был тяжелым, но самое главное не унывать и идти вперед И я желаю вам в новом году самое главное здоровья, счастья и идите к своей цели, у вас все получится Ура, 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 давайте чокаться, Леша, давай с нами За 2021 год Ура, ура Ура! Субтитры создавал DimaTorzok